А звонок от Шаймиева был уже после того, как развернулись эти события. Где-то 9-10 марта уже там российские войска, эти зеленые человечки, все кругом патрулируют. Я сказал, ладно, мы раздоговорились, я приеду. Потом через день, опять Шаймиев звонит, говорит о нашей встрече, узнал и Путин. Он хотел бы тоже после нашей встречи встретиться с вами. И встреча будет уже в Москве. А так договорились с Казани. Он сказал, я не готов к этой встрече, я еду встречаться с вами, где бы там ни было, в Казани или в Москве. А насчет встречи с Путиным я переговорил с нашим руководством. Я действительно переговорил с Яценюком, я говорю, вот такое предложение, как вы смотрите. Он говорит, да, я не вижу особого смысла, примерно знаю, о чем он будет с вами разговаривать, но решайте сами. Я поэтому полетел встречаться только с Шаймиевым. Я уже сижу в самолете, а там уже в прессе пошло, что Мустафа Джамиль вылетел встречаться с Путиным. Жена мне звонит, говорит, ты куда летишь с этим подонком, который оккупировал нашу страну, встречаться? Я говорю, да еще не решил, я к Шаймиеву. Жена, это серьезно. Я говорю, если хочешь, я сойду сейчас в самолеты. Ну, так вот. И действительно, у нас была встреча с Шаймиевым, мы где-то на полтора-два часа с ним разговаривали. Надо отдать ему должное, он не говорил о том, что вот хорошо, что вы теперь в составе России. Но он мудрейший человек. Да, он только сказал, чем я могу быть в этой ситуации, вам полезен. Я ему говорю, вы же советник одновременно на Путина сейчас. Скажите ему, что он совершает большую ошибку. Это вы, я говорю, на долгие, на многие десятилетия портите отношения между нашими странами. Там надо немедленно выводить свои войска с нашей территории. И он тогда грустно улыбнулся и говорит, скажите это я сами. Он ждет на телефоне.